25 сентября состоялось открытие 5-го губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Этот фестиваль стал уже традиционным для нашей области. Его итоги будут подводиться в декабре, а пока идут выступления район. В этот понедельник свою централизованную программу на сцене Самарского академического театра оперы и балета показывал и наш Кошкинский район. 133 артиста участвовали в театрализованной концертной программе под названием «Мы молоды, нам строить молодое». Своё мастерство показали 9 коллективов со всего района, 4 из которых носят звание «Народный». Народный вокальный ансамбль «Сударушка», Народный чувашский фольклорный ансамбль «Сеспел», Народный танцевальный ансамбль «Росинка», Народный детский фольклорный ансамбль «Ягодка». Также участвовали танцевальный ансамбль «Мамина радость», театр мод «Каприз», клуб исторического фехтования «Северная застава», чувашский фольклорный ансамбль «Сарамсэм», вокальный ансамбль «Кураж». Своё вокальное мастерство на суд зрителей продемонстрировали солистка Орловского сельского дома культуры Дарья Синицына и мужское вокальное трио в составе Виталия Рязина, Михайла Богатова и Карена Акопяна. Все номера в единую нить сюжета связала актёрская группа, в которую вошли Анастасия Арнольдова, Екатерина Козлова, Максим Касимов, Карена Акопян и Дмитрий Демьянов. Режиссёром традиционно стала Татьяна Петрова. Основной темой стала деятельность молодёжных стройотрядов. Преемственность великих традиций Советского Союза, традиционное народное творчество в сочетании современной эстрадной песни и великолепные централизованные танцевальные номера не оставили зрителей равнодушными. По окончанию выступления зал аплодировал нашим артистам стоян. Многие постоянные зрители фестиваля, делясь своими впечатлениями, говорили о том, что Кошкинский район произошёл сам себя. По признанию жюри, выступление прошло на высоком уровне. Наш район стал одним из немногих, который показал в своём выступлении не прошлое нашей страны, а будущее России. Конечно, залогом хорошего выступления были упорные репетиции. Подготовка к фестивалю началась ещё в августе. И с тех пор мальчишки и девчонки, их родители и работники культуры практически каждый день пропадали на долгих репетициях. Тяжёлая, упорная и кропотливая работа всех без исключения привела к такому хорошему результату. Трудно переоценить в подобные действия роль костюмов. Они должны быть не только красивыми и гармонично вписываться в постановку, но и удобными для артистов. Именно такие облачения и сделали костюмеры Кошкинского МКДЦ Анна Альхальхоли и Ольга Курскова. Теперь будем ждать подведения результата фестиваля. А все желающие смогут увидеть это представление в районном Доме культуры 3 ноября. Анастасия Арнольдова, Михаил Арнольдов, Сергей Никитенко. Кошкинские известия.